Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Наша Конституция. Чувашии подвели итоги общенародного голосования по поправкам в Конституции России. Деньги за напряженную работу, стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, продлены до 15 сентября. Ходячие энциклопедии. Братья Фаизовы из Козловки стали участниками шоу на федеральном телеканале. Главная новость дня. Итоги общенародного голосования по поправкам в Конституции России. Явка количества голосов за и против нарушения или их отсутствия. Все это обсуждалось с раннего утра. Предварительные итоги после обработки всех протоколов участковых комиссий ранним утром озвучил председатель Центра избиркома республики. Приняли участие в голосовании 64,11% от общего количества избирателей, включенных в списки на момент окончания выборов. За поддержку конституции, вернее изменений в конституцию, в Чувашской республике проголосовало 72,57% всех участников голосования, которые имели на это право. Соответственно, против поправок проголосовало тоже большое количество. Это 26,25%. Семидневный марафон прошел в Чувашии организованно и спокойно. Участковая избирательная комиссия и выездные бригады выполнили все требования. И профессиональные, и санитарно-гигиенические. Бюллетени, проголосовавших досрочно, хранились в специальных сейф-пакетах. С 25-го числа в стационарных и переносных запломбированных урнах. В остальном все было как на обычных выборах. После закрытия участков 1 июля члены комиссии сначала гасили неиспользованные бюллетени, потом считали остальные. На данный момент бюллетени из стационарного ящика, в котором проводилось голосование, до дня голосования пересчитаны. И мы приступаем к речю сейф-пакетов, в которых проводилось голосование, до дня голосования на придомовой территории. Примечательно, что за все 7 дней голосования не было зарегистрировано ни одного серьезного нарушения. Без жалоб, безусловно, не обходится ни одна избирательная кампания. Но все они были несущественны и не могут оказать какого-либо влияния на итоговые результаты. Для обеспечения безопасности избирателей и членов комиссий был предпринят целый комплекс мер. Маски, перчатки, индивидуальные ручки, ежедневная санитарная обработка помещений и инвентаря. За порядком следили сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, в целом по республике работали около 7,5 тысяч наблюдателей. Четкую слаженную работу участковых комиссий отмечают и сами избиратели. Что касается легитимности, то есть оно несомненно, даже примечательно то, что с 1993 года количество проголосовавших и пришедших на выборы гораздо больше, чем в том же самом 1993 году. В целом, так как более 70% проголосовало за, то у меня не возникает никаких сомнений с точки зрения и легитимности, и достоверности результатов. Даже тот факт, то, что более 7 тысяч наблюдателей находилось на участках, оно не дает мне повода для того, чтобы сомневаться в результатах голосования. Главный же итог. Голосование состоялось. Для избирателей были созданы все условия. При этом удалось избежать скопления людей в помещениях. Елена Тагальперина, Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Николай Скворцов. Республика. Непростая экономическая обстановка обострила ситуацию с невыплатой заработной платы. Малый и средний бизнес несет большие потери и старается экономить на всем, в том числе и на зарплате. Как сократить задолженности и вывести предпринимателей из тени, говорили на заседании специальной межведомственной комиссии. Долги по зарплате, выход бизнеса из тени, меры борьбы с должниками и неплательщиками. На повестке дня 4 вопроса. По данным Республиканской государственной инспекции по труду, количество предприятий, нарушивших трудовое законодательство, увеличилось. По заработной плате в 12 организациях составило 23,7 миллиона рублей перед тремя остальными 66 работниками. У руководителя предприятия-должников свое объяснение. Объемы производства сократились, соответственно, снизились и доходы. А вот расходов прибавилось. Руководители ряда учреждений надеются погасить долги. У нас сформировалась задолженность по зарплате перед работниками на общую сумму 4 миллиона 803 тысячи. Это составляет из текущей задолженности 1 миллион 690 и мораторный задолженность, 3 миллиона 112 тысяч. Погасение по текущей задолженности по зарплате 817 тысяч мы ожидаем август-сентябрь месяц. Впрочем, по мнению участников заседаний, с года в год, как правило, списки должников одни и те же. И чаще всего это предприятия малого и среднего бизнеса. Крупные акулы бизнеса попадают в долговую яму значительно реже. С начала года задолженность предприятий перед своими работниками снизилась более чем на 12 миллионов рублей. Это составило 35%. Но это не повод расслабляться ни руководителям этих организаций, ни судебным приставам. По состоянию на первые дни 2020 года на исполнении находилось 4168 исполнительных производств в отношении 64 должников. По управлению вынесено 514 постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке. 15 постановлений о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. 2 постановления о запрете на совершение действий по регистрации в отношении недвижимого имущества. Большую работу по защите прав граждан проводит и прокуратура республики. На заседании обсудили вопрос отсутствия мотивации у людей на поиски работы. К примеру, в строительной отрасли немало вакантных мест, но по каким-то причинам туда не спешат трудоустроиться. На некоторые специальности обязательный медосмотр, а его пока не проводят. Нет сейчас и очных курсов повышения квалификации. Что касается легализации неформальной занятости, то правительство республики работает над этим вопросом. Одна из последних мер – особый налоговый режим для самозанятых. Снижение неформальной занятости – темы очень важные. Темы, имеющие, можно сказать, стратегическое значение. Тем более, в последнее время принято достаточно много радикальных решений президентом страны. Это и снижение отчисления от заработной платы для малого среднего бизнеса, в случае, если уровень заработной платы превышает пожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Это и различные формы поддержки, привязанные к численности работающих и к размерам оплаты труда. И ряд других решений. И самое главное, эти решения еще будут формулироваться и приниматься. И все они направлены, прежде всего, на то, чтобы, с одной стороны, обеспечивать комфортную предпринимательскую деятельность, обеспечение инвестиционного процесса. Ну и, как итог этих двух названных факторов, повышение доходов населения через официальную занятость. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Строительная компания «Старко», действующая на территории Чувашии, признана банкротом. Арбитражный суд Республики объявил о ее несостоятельности и открыл конкурсное производство до 10 июня 2021 года. Управляющим строительной компании назначен Владимир Митюхин, член Ассоциации региональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих. Последними объектами, которые возводила «Старко», были жилые комплексы «Ривьера» и «Альбатрос» на берегу Волги в районе Речпорта. Обе высотки до сих пор не введены в эксплуатацию и включены в реестр проблемных домов. Фирма «Старко» стала шестой строительной компанией в республике, которую признали банкротом за последние два года, отметили в Росреестре Чувашии. Всем дольщикам «Старко» необходимо подать документы для включения в реестр требований кредиторов. Как это сделать, можно уточнить по телефону 317105-34-6755. Ежегодно с 1 июля по всей стране проходит индексация коммунальных тарифов. В среднем тарифы могут вырасти примерно на 4%. Но из-за пандемии коронавируса некоторые люди временно не работали или вовсе потеряли стабильный заработок. Они не в состоянии в полном объеме оплачивать услуги ЖКХ, в том числе вывоз твердых бытовых отходов. Это обязательно должны учитывать те, кто принимает решения по увеличению цен. 3 июля Республиканская служба по тарифам проводит брифинг, на котором расскажет о механизме сдерживания роста тарифов. Вывоз ТКО должен был вырасти на 20,8 тарифной составляющей первого полугодия этого года. Надо найти оптимальное решение и сохранить индексы на уровне прошлого года. Мы сейчас ведем очень большую работу по организации обращения твердых коммунальных отходов через максимальную его переработку, через раздельный сбор, через утилизацию, ну и самое главное, выпуск уже готовой продукции для дальнейшего использования. И в этой связи очевидно, что резко снизится тарифная составляющая для населения. Вот в связи с этими направлениями деятельности Кабинета министров и правительства Российской Федерации, мы практически нашли варианты решения для того, чтобы не повысить тариф, чтобы тарифы остались на том же уровне для населения. Напомним, что на сегодня расчетный размер платы за услуги ТКО горожане платят 63 рубля 15 копеек сельские жители 47 рублей 56 копеек с человека ежемесячно. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Республика. Важная информация для тех, кто собирается получить водительское удостоверение или продлить старое. Повышения цен на медицинские услуги не будет. Поводом для волнения стала информация о том, что освидетельствование в наркологическом диспансере возможно только при сдаче двух анализов – мочи и крови. Соответственно, возрастет и цена. Такой приказ действительно есть, и он должен был начать свое действие 1 июля этого года. Стремясь сэкономить, автовладельцы все как один ринулись получать справки от специалиста-нарколога. Оказалось, спешить не надо. С 1 июля 2020 года до 1 января 2021 года действует старый приказ, по которому для того, чтобы получить допуск от врача-психиатра-нарколога на управление транспортным средством, достаточно пройти только освидетельствование у этого специалиста. Соответственно, цены на данную услугу остаются прежними, и до января 2021 года они повышаться не будут. Стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам продлены до 15 сентября. Сегодня на брифинге два профильных министерства Минтруд и Минздрав Чувашии сообщили, что в регионе они выплачиваются без задержек. Дополнительная материальная поддержка распространяется на всех медиков региона, имеющих хоть какой-то контакт с COVID-19. Среди них как сотрудники скорой помощи, так и специалисты других учреждений. Участковые терапевты, которые контактируют именно с больными или подозреваемые на заболевание на COVID-19, берут мазки, например, выезжают на дом, ведут амбулаторное лечение. Сейчас вы знаете, что у нас на даму лечения также проводится COVID-19 и ведут они наблюдение именно за больными. За прошедшие 4 месяца медикам в республике выплачено 365 миллионов рублей. Аналогичные выплаты получают и работники социальных организаций. Многие перешли на вахтовый метод работы по 2 недели без контакта с внешним миром, потом 2 недели карантин. По итогам 5 прошедших смен стимулирующие выплаты произвели на общую сумму около 55 миллионов рублей. Эти надбавки не будут облагаться налогом. Также в период пандемии дополнительная поддержка оказывается и социально уязвимым категориям населения. Например, гражданин или оба родителя потеряли работу в период пандемии и призваны в установленном порядке безработными, они могут обратиться при постановке на учет в качестве безработного, они могут обратиться за меры социальной поддержки на основании социального контракта. Такие меры поддержки будут касаться субсидий, при предоставлении субсидий на ЖКУ, выплаты на детей от 3 до 7 лет, выплаты на первого ребенка, выплаты на третьего ребенка, предоставление бесплатных социальных услуг. Больничные листы в период пандемии работающим гражданам оплачиваются не ниже минимального размера оплаты труда, а это 12 тысяч 130 рублей. А все имевшиеся ранее социальные пособия и льготы до 1 октября продлеваются автоматически. Александр Соловьев, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Новоюжном районе Чебоксар на улице Ленинского Комсомола после реконструкции открылась поликлиника. Она изменилась снаружи и внутри, увеличилась по площади и функционалу. Сразу после знакомства с ней временно исполняющий обязанности главы ЧУАШ и провел совещание по вопросам развития здравоохранения в Республике. Очень желали это открытие прям с нетерпением, с трепетом. Ну и какую разницу чувствуете после? Ой, колоссально. То, что раньше было у нас такой маленький закуток, теперь открыта регистратура. Мы можем общаться с пациентом, вот как сейчас с вами, в открытую, помогать, выходить. Поликлиника номер 3 подразделение городской клинической больницы. Раньше здесь работали только три кабинета, остальные площади занимало некое предприятие. За помощью уже обращались более 20 тысяч человек. Было сложно и лечить, и работать. В обновленном здании появились дополнительные кабинеты для врачей, процедурный кабинет и дневной стационар. Татьяна Жичкова молодой специалист, работает здесь с сентября прошлого года. Говорит, что очень рада преображению. Надеюсь, наша новая поликлиника в новой цветовой гамме понравится пациентам, так как желтый и зеленый цвет благоприятно влияют на эмоциональный фон как и медицинских сотрудников, так и наших пациентов. Поликлинику планируют дооснастить современным оборудованием, а на втором этаже открыть кабинеты узких специалистов. Так жители микрорайона получат в шаговой доступности качественную первичную медпомощь. Поликлиника замечательная, вот это как раз на мой взгляд лучшая практика, как сейчас принято говорить, когда используются бюджетные средства для того, чтобы создать комфортные, удобные, доступные условия всем категориям жителей, ну в данном случае новоюжного района города Чебоксары. Конечно, надо ставить задачи и будем стремиться, чтобы каждый житель Чувашии получил аналогичные условия. О том, как создавать такие условия, говорили уже на совещании с главами муниципалитетов республики. Сейчас в Чувашии строится 13 медицинских объектов, в их числе 6 ФАПов, котельные для отопления зданий, пристройки имеющимся больницам и новые здания. По словам министра здравоохранения Владимира Степанова, не все идет гладко. Где-то отстают строители, где-то проектировщики. Одно из возможных решений создание службы единого заказчика, которая освободит медиков от несвойственного им функционала. Отвечать непосредственно за выполнение строительных работ, ну, как уже сказал Олег Алексеевич, строители будут строить, врачи будут лечить. Но вообще, то есть непосредственно при проектировании, непосредственно и при входе самого ремонта корректирующие воздействия будут непосредственно осуществлять Минздрав, потому что только мы знаем нашу специфику работы. Кроме того, правительство в ближайшее время приведет инвентаризацию всех строящихся объектов, чтобы каждый был завершен, а жители обеспечены качественными медицинскими услугами. Татьяна Иванова, Игорь Зверев, Республика. Детские лагеря готовы принять детей, однако начнется ли оздоровительная кампания этим летом еще вопрос. Специалисты Роспотребнадзора и руководители профильных ведомств провели выездное совещание на базе лагерей «Волна» и «Росинка». Новая спортивная площадка в «Росинке» детей еще не видела. Вероятность того, что здесь все-таки будет летать мяч и зазвенит детский смех, пока мала. Оздоровительную кампанию в лагерях республики планировали открыть еще 1 июля, но решение отложили из-за напряженной эпидемиологической ситуации. Мы находимся сейчас на первом этапе снятия ограничений. Открытие летних оздоровительных учреждений, всех оздоровительных учреждений предусмотрено на третьем этапе снятия ограничений. Пока республика медленно двигается ко второму этапу. У нас еще только первый этап. Поэтому в настоящее время не рекомендовано открытие летних оздоровительных учреждений. Однако в лагерях к открытию все же подготовились, выполнив все необходимые санитарно-гигиенические требования. Четырехместная комната переделана в двухместные, кровати вынесены. То же самое. Подготовлена очень интересная программа «Педагогическая истина жизни». Педагогический наш отряд готов рвется в бой, встретиться с детьми. Но, но, но. В основном одни но. Среди главных но даже 50-процентная загрузка и отдельная программа для каждого отряда не гарантирует отсутствие вспышки заболевания среди детей. Потому что ребят не тестируют на коронавирус, а инкубационный период может длиться до месяца. С чем они заедут к нам, мы тоже не знаем. Они могут не болеть, но быть переносчиками. Конечно, никто не дает гарантию. Ни социальная дистанция, а это лагерь, это очень сложно сделать. Ни кровати, которые мы расставили, да, там, по Санпину. Никто не дает гарантию. Родители тоже поделились на две части. Одни возвращают уже купленные путевки или переносят их на следующий год. Другие готовы отправить детей. Народ ждет. Люди, конечно, готовы. Мы прекрасно понимаем позицию, как сложно родителям, которые наблюдают своих детей дома. Но сегодня, посетив непосредственно два лагеря, мы понимаем, что не можем этого сделать. И мы будем рекомендовать главе для принятия решения все-таки не открывать наши летние лагеря в течение этого сезона. Решающее слово «открывать или нет?» летний здравительный сезон 2020 в Чувашии будет сказано на заседании оперативного штаба уже в эту пятницу. Ирина Волкова, Елена Дмитриева, Семен Антонов, Республика. Талантливое детство. Конкурс среди детей, работников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы России. Чувашию на нем представляли братья Фаизовы из Козловки. Мальчики изучают биологию, историю, знают мифы Древней Руси. Тему продолжит Мария Шоклева. Про таких ребят говорят, ходячие энциклопедии, знайки, они лучше всех. И этому есть доказательства. Аделер, Адель Фаизовы стали участниками шоу Первого канала. Близнецы отвечали без подготовки на сто вопросов телезрителей. В эфир, правда, поместились не все. Почему человек икаен? Икоты это так называемый блуждающий нерв. Ну, наш желудок забит едой. Ну, он честно прилегает к пищеводу. И этот нерв он зажимает. И нерв начинает пульсировать самостоятельно, чтобы сбросить в себя пищу. Вот это икота, это и есть резкая пульсация нашего нерва. Очки для юных ученых изготовили специально для съемки. Теперь они хранятся дома, рядом с очками-микроскопами. Последние помогают изучать муравьев, жуков, крабов, мокрит, стараканов. Живности в доме близнецов всегда много. Здесь у меня живут креветки и черри. Их так называют из окрасов. Это мох, они очень его любят. У них там и детский сад, и роддом, и где полинять, и где попратиться просто. С рыбами нежелательно, но у меня их мало, они не конфликтуют. Извини, перебью, а зачем тебе все это надо? Интересно. Как бы интересно наблюдать за своим собственным прудом. А еще ночью очень все выходят искать еду, ставишь фонарик, который я купил, и просто красиво. Вот так на практике информация и запоминается. Но есть еще один секрет. У мальчиков нет смартфонов, они не пользуются социальными сетями и не играют в игры. Бывало такое, что приходили со школы, были такие моменты, говорили, что мам, вот там дети говорят про различные игры, а мы даже в этом ничего не понимаем. Но я им просто объяснила, что человек должен быть богатым внутренним миром. От того, что ты не знаешь, как эта игра называется, или какого-то персонажа в этой игре, ничего не изменится в жизни. А то, что если ты для себя познаешь много чего интересного, и оно тебе в дальнейшем пригодится в твоей учебе, в твоей дальнейшей жизни, это намного ценно. О своих увлечениях, в перечень которых входит и нумизматика, близнецы готовы рассказывать часами. Взрослые признаются, порой думаешь, какой задать вопрос, чтобы ответ покороче был. А в школе после общения с близнецами родилась примета. Если кто-то из друзей отгадает их правильно, кто из кто, Адель, Радель. Угадал, точно пять, или там что-то еще, если не угадал, жгибиды. Адель, да? Да. Моя, правильно. Мы угадали, и съемка прошла хорошо. И клубнику на обзорной площадке «Птичий полет» нашли, и идеи нового шоу с Аделем и Раделем для национального телевидения «Чуваши» придумали. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, «Республика». В «Республике» стартует серия шахматных онлайн-турниров. Ее запускает шахматная федерация «Чуваши» с 5 по 26 июля. Раз в неделю, по воскресеньям, шахматисты будут сражаться на онлайн-площадке «ЛИЧЕС.ОРГ». Приглашают всех желающих. Для участия необходимо зарегистрироваться на площадке и вступить в клуб шахматной федерации «Чувашской Республики». Состязания за интерактивной шахматной доской пройдут среди взрослых и детей до 14 лет. Как вылечить зубы и десны, восстановить целый зубной ряд всего за один прием и исправить прикус, вы узнаете прямо сейчас. А я с вами прощаюсь. До завтра. Оперативно, качественно, эффективно, а главное, в атмосфере полного психологического комфорта. Врачи стоматологической клиники «Дентомед» берутся за решение самых уникальных случаев. Диагностика, лечение, имплантация, эстетическое протезирование и реставрация зубов. При всех видах помощи результат всегда один. Красивая улыбка пациента. Мы оказываем весь стоматологический спектр помощи в одном месте. Мы освоили и внедрили самые передовые инновационные мировые технологии. Мы предлагаем своим пациентам только самое качественное и безопасное лечение. Чтобы результат был эффективным, важно своевременно посещать стоматолога. Врачи рекомендуют не терпеть боль и не тянуть время. На помощь придут инновационные технологии. У нас свой каткам-центр и хорошие диагностики. Чтобы оказать качественную помощь, нужна хорошая диагностика. Ну и, конечно, у нас есть своя учебная академия стоматологического мастерства, где мы обучаем и готовим будущих специалистов. Более чем за 15 лет работы их пациентами стали целые семьи. Опытные врачи нашли подход и к маленьким пациентам. Цифровой клиникодиагностический диагностический центр позволяет проводить максимально информативные и точные обследования, чтобы облегчить лечение. Аппарат Диагнокам, который позволяет за счет свечения, там, трансуллиминация происходит свечения, просвечиваются зубы и без рентгеновского излучения мы можем выявить очаги на самых ранних стадиях. Компьютерная томография позволяет оценить состояние не только зубов, но также состояние костной ткани, окружающие зубы. Сегодня каткам для стоматолога это окно в мир цифровых технологий, а для пациента в мир красивых улыбок.